Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В 15-й пробе самое большое содержание общего железа, самое содержание магнетитового. То есть между ними есть какая-то коллекционная зависимость. Двухмерная выборка. Пример. В веткоземельных пигматитах необили и тантал входят в состав минерала, тантали и колумбита. Между необилием и танталом имеется какая-то связь. Продолжение следует... Связи между признаками могут быть причинно-следственные объяснения генетическими процессами методикой изучения объектов. Могут быть очень сложные связи, объяснить которые можно через длинную цепочку взаимосвязей процессов и явлений. Могут быть и случайные связи, не подающиеся объяснению. Но все эти признаки надо связи изучать, потому что все глубже находится месторождение, и все больше признаков будет влиять на само месторождение. Поэтому все надо более детально теперь рассматривать с точки зрения программного обеспечения, чтобы была возможность детально на таком уровне досконального изучения всех свойств пород. Основная характеристика двухмерных моделей. Двухмерная функция распределения случайных величин х и у. Заданному значению их соответствует определенное значение у. Графические способы преобразования двухмерных случайных величин. Вот зависимость х и у. И вот распределение каких-то значений. Если бы мы провели бы кривую, вот она бы шла бы прямая линия, ну линия, которая связывает эти точки, она вот так примерно проходила. Она была бы, ну не совсем прямая, может быть. Но она показывала связь между этими величинами. Связь прямая, зависимость положительная. Отрицательная связь. То есть там с увеличением х, у увеличился. Здесь нам с увеличением х, у уменьшается. Отсутствие связи. То есть никак не прослезывается. Каждый вот какой-то был взятный образец. Исследован какой-то такой зависимости сделать тяжело. Вот на этих рисунках какая-то, может быть, еще вот линия так вот проведена, но она тоже не дает какого-то... Потому что х, у неизменчив, х меняется. Здесь наоборот. Х неизменчив, и у меняется. А здесь все меняется не по каким-то непосредственным законам какому-то. То есть полный разброс данных. Две однородные совокупности, которые надо изучать раздельно. Вот какие-то свойства одни зависимости, вот другое. Значит, два каких-то ровных объекта, которые не связаны между собой, наверное. Ролляционный анализ определится по такой формуле. Это определяется теснота связи, которая зависит от количества точек наблюдения и средноклассичного отклонения. Средноклассичное отклонение связано с точностью измерений. А это значения х и у. Коэффициент корреляции. Меньше или равно единице. Может быть, с знаком плюс и минус, значимый и незначимый. Девисит от количества точек наблюдений. Значимый положительный, значимый отрицательный. Коэффициент корреляционная матрица. Тоже составляются какие-то элементы, составленные. И зависимость одних элементов от других. Ну, если мы возьмем, допустим, вот медь, то она, у нее сопоставление один к одному. То есть зависимость меди, допустим, от каких-то других, от железа, то вообще отсутствие несвязи. Вот. титан с железом связан с коллекционной связью 0,07. предсказания свойств. То есть, кальция говорит, с какой вероятностью один параметр связан с другим. регрессивный анализ уравнения линейной регрессии. Если между величинами х и и густационная линейная статическая зависимость, то представляет интерес найти ее выражение в виде уравнения прямой линии. Такое уравнение называется уравнением регрессии. За данному значению х соответствует определенное значение у. х независимая переменная у зависимая переменная линейная зависимость между признаками. Вот показывает какая-то зависимость графика зависимость параметра тоже х от у. А вторая зависимость у от х. зависимость содержания магнитетового железа х от содержания общего железа у. Как мы выше рассмотрели таблицы и видели зависимость эти связи. Вот теперь получилась зависимость. Чем больше у нас содержание магнитетового железа, тем больше содержание общего. То есть у них такая хорошая коллекционная связь. И вот уравнение, по которому можно определить значение общего железа. Примеры геологических задач. Выявление парагенетических ассоциаций минералов и химических элементов в горных породах и рудах. Полиографический анализ условий формирования осадочных пород. Изучение поведения химических элементов в процессе гипергенов и метасосоматического изменения пород. Выявление источников родных веществ. в данной работе мы рассмотрели вопросы двухмерно-статистической модели коллекционный анализ коллекционный следом. Продолжение следует... Продолжение следует...